друзья всем привет решил сделать новый формат потому что в старом имеется ввиду когда история идет от начала и до конца один фильм это одна законченная история то сейчас так сделать не получится потому что одни автомобили приезжают в то время когда другие красятся 3 выдаются мы находимся не постоянно в украине в данный момент мы находимся в чехии но историю про эту поездку вы увидите я думаю уже дней через 8-10 насколько у нас хватит сил поэтому очень сложно делать в таком круговороте событий закончена история потому что она не заканчивается на постоянно вот так вот бежит 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 и поэтому и он бежит поэтому делаем такой легкий мини-сериал вот когда она закончится а я думаю закончится тогда когда закончится война ну по крайней мере не бы очень так хотелось чтобы она закончилась побыстрее встречайте новый формат я попробую максимально все объяснить что касается конкретной поездки но могут быть и нюансы но обо всем поподробнее сегодня у нас очередная поездка в сторону польши а нужно нам накрутить накружить найти осмотреть доставить и подарить нашей военной части час поворот 4 автомобиля денег у нас пока есть только на два с половиной я думаю что в дороге мы что-то придумаем тем более вчера вечером я кинул клич о том что мы едем в сторону государственной границы и сейчас слегка подняли планку то есть если раньше мы возили чего-то такого из разряда недорогого то сейчас нужно привести либо 4 пикапа либо 4 джипа причем таких рамных других пока не нужно поэтому цель сегодня накружить 4 автомобиля выезжая из киева в киев все съезжаются здесь мы встречаемся но имеется ввиду те которые водители будет у нас еще гражданское лицо немножко позже расскажу кто зачем куда почему и как сейчас цель собрать всех кучу и выехать в сторону белой церкви кстати по поводу белой церкви я там буду брать прицеп в аренду почему в аренду вам шоу почему в белой церкви на что в другом месте я не нашел друзья если у кого-то есть прицеп не в аренду смысле лафет буду очень признателен если вы дадите на следующую поездку купить мне его пока не за что все свои деньги я потратил у меня денег нет сейчас занимаюсь добрым делом пока машина ездит ну а там посмотрим может она когда-то будет что то хотят знаешь машина 2003-го года сиденья немножко покоцаны как на вы его пошло если мне для личного пользования так пузыречек лежит сзади хорошо да номер кузова на другом автомобиле посмотреть если там все хорошо вот так вот в военное время приходится выбирать автомобили то есть то как опыт который я имею и мои парни вот мы его сейчас просто транслировали и объяснили парню который приехал посмотреть на автомобиль что нужно делать куда показать и мы быстренько приняли решение то есть одну машину мы уже точно покупаем я машину по фотографии не покупал блин наверное с 14 года то есть прошло 8 лет и вот этот виток диалектической спирали он снова набирает свои обороты но только уже немного в другом ракурсе ракурсе отзеркаливает потому что в данном случае покупатель я то есть если раньше я людям показывал автомобиль то сейчас я чувствую себя немного в другой шкуре я сейчас покупатель первая машина подходит значит по первому автомобилю то что я вижу там незначительные коррозии по раме она есть ну дальше глубже я понимаю что она будет там более ржавая но нам особо не страшно венка целый саму раму мы обработаем что касательно салона ну такой скотчем заклеенный короче в рот ему ноги этому салону салон нам подходит его все равно порвут автоматами всякими штуками которые висят на солдатах мотор шепчет красота коробочка переключается и там есть фарков резина у машины классные все все стекла открываются больше нафиг ничего не нужно первая машина точно подходит мы уже заправили сейчас мы выехали ски выезжаем с киева вон автомобильчик стоит бабушка с дедушкой сидят кстати бабушка с дедушкой это просьба привести одного из наших польских товарищей ну как он киевляне но просто сейчас ввиду боев действий находится в польше но очень активно помогает дмитрий большое вам спасибо ваших родителей мы вам привезем выезжаем из киева но вы из киева мы едем в белую церковь за фаркопом что же меня так плющит фаркопом за лафетом и потом оттуда вы уже едем сторону государственной границы я думаю сегодня доедем но хотя посмотрим по количеству блокпосту у нас грубо говоря столько рыв в машине паспортного контроля не избежать на каждом поэтому это будет дольше и может быть мы сегодня даже не доедем до границы но будем посмотреть все мы полетели прицеп в белой церкви уже намутили вон в зеркало я думаю будет видно теперь житомир а дальше уже решим во львов мы едем или же мы едем в поверь это зависит от того новая почта сегодня доставит посылку или нет имеется виду мою дроссельную заслонку потому что я очень часто уже в аварии езжу и было бы очень неплохо ее поставить на место потому что один раз может случиться беда машина встанет и не поедет но если так случится когда мы будем уже с какой-то машиной ну не беда перей 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 ключи хотя нет беда может быть тойота например подходит для того чтобы тянуть вольво вот например l200 не подходит потому что l200 легче вольвы и по правилам нельзя но короче счет придумаем главное чтобы вот машинка едет хорошо тянет молодец красавица спасибо вытягиваешь но готовимся к худшему а исходим из того что как получится а получится как всегда у нас хорошо мы любим геморройные задания останавливают настолько что на блокпосту и типа спрашивает доброго дня куди прямыми я кажу белоподаляска ки глаза счастливые дороги ну щас зачистил то есть номера кузова мы не посмотрим никогда короче очень сильно поврежденные рама и обычной щеткой макитой не получается зачистить то есть последние цифры вот как раз вот беда первой цифры то такое дело вот последние цифры вот их не видно и здесь очень большая может быть проблема сейчас парни дмитрий сейчас осматривает больше машину вот прям прямом эфире сейчас они идут по лесу мне особо там нефиг смотреть мне больше интересны технические моменты но сам момент что вот такое дежавю как я делаю для людей и на основе своих же ошибок которые сделал когда-то я подсказываю как сделать лучше чтобы не было понятно вот очень хорошо вот эта тема работает ну как бы неправильно за рулем смотреть но это не та информация которая мне сейчас нужно сейчас они получают общую информацию о том стучит автомобиль не стучит как он едет как он ведет себя но и час по лесу катаются пока все нормально это второй pajero говорит что-то за колодки ладно сейчас переспрошу сорян друзья надо смотреть мы приобретаем я приобретал и новые скиллы не факт что это так нужно делать или не факт что этим нужно гордиться но купить автомобиль смотреть на него сидя за рулем не останавливаясь через экран монитора машина находится в другой стране и принять решение я такое делаю впервые вот так машину я еще никогда не покупал то есть было разное было всякое покупал ночью я покупал битые машины покупал машины которые ломаются я блин я покупал все шоу года но вот так вот такого еще не было никогда так впервые друзья сейчас уже ну не так поздно сейчас всего лишь без два 29 но на границу мы решили все-таки ехать завтра с утра потому что лучше я сегодня трехи расчарованные от этого дня не то что расчарованный день очень хороший день классная дорога к это тяжел очень много ям едешь обезжаешь и в общем если без прицепа то приехал бы намного раньше а так получилось что приехал чуть позже и как всегда находятся добрые люди назарчику дуже вам вдячны за то что вы у нас прихистил и я готов был остановиться в гостинице назарка же не нифига едем и домены в общем в нашей стране как всегда утро следующего дня парней в программе шлях еще нет ну это повторяется история как у меня было две недели я ждал дозвола но тем не менее поэтому принято решение мы сейчас оставляем здесь львовской области а я полетел собирать все машины потому что тупо нет времени надо договариваться я их как минимум по выкупаю а потом а потом как то соберем ну в общем пока так друзья нас привитал до себе хлопчина назар и я навіть не думал что среди моих знайомых я такая людина будь и какие виды з глиной вина робит а то спочатку колы с данным-давно он был звичайным гончаром теперь он же майстерня напевно теперь он же робить будь-яки випадки шо ж тут так жарко це печка да ось его майстерня и такие все речи вины лепить сам я хочу таки маленький сайт йо-майо це ж да да даже схожа лампа сейчас заховаю це и треба ну на різні напои всякие ну у меня есть что тебе подобаются больше например такие пляшечки так у меня просто тут полюбка дуже швидко ну да оце я більш такий цикавий перший він такий користуйся на здоровье дякую на митнице ты мне за него кадыр не вырвут не он не имеет какой-то там исторической ценности кроме того что я его робил назар беда не мает а там уже есть еще да у тебя же есть здесь еще вот его ага все с логотипами да так ну мы я торговую марку маю мы уже утримаем там продовж взагалі чудово а это мы работаем хлопцем то что это значит такие обереги мы их еще не закинчили в процессе это что вы мне подарили да это рублях хлопцем обереги и вкладывают их в бронежилет это святый спиридон и вкладываем тут частинки одягу з мощей ну и хлопцем на хай охороняйте всі небесні сили бо то важливо друзі про всяк випадок контакти Назара я залишу бо я колись шукав хлопчину що може зробити щось з глини я не знайшов а це з'ясовується брат нашого хлопця хто з нами працює тому я як тісний світ просто караул якщо щось треба він у львовскій області про всяк випадок можливо щось буде потрібно все мы полетіли условно говоря он за теми белыми палатками начинается граница вот это вот все очень и заканчивается она аж там за поворотом короче очередь сегодня на краковце просто жопа я не знаю как мы приехали сюда без чего-то 11 сейчас три часа дня и еще я думаю часа четыре железобетонно в лучшем случае граница краковец украина длинное время корову красота где-то пастух потерял свою корову теперь она ходит вроде тыщет поступать в машину значит травку пощипает пастух где-то наверно вгасился корова уже наверно сходила в польшу вернулась обратно там ее не пустили и ходит ходит кстати прошло уже наверное часа два наверно да да и часа два прошло как корова пошла в страну польши теперь она вернулась в бороться и пустили да весело все пошла пастись буренка один из запасных вариантов был американский автомобиль я никогда раньше с этим чудом не сталкивался машина находилась не совсем по пути да там надо было нырнуть километров 30 сторону в такие чигири ну я понял почему эта машина там осталось потому что туда доехать наверное сложно но это мои предположения в общем едем искать парня где живет эта машина и где живет естественно этот парень нашли и мы этого парня богом забытый край хрен знает где но тем не менее нашли детального осмотра автомобиля нету по причине того что в общем было темно было не до этого спешили и мне машина показалась интересной и для того чтобы не затягивать историю в плюс один день было принято решение в ночи и осматривайте ночью ее покупать что основное что мне нужно это двигатель что мне нужно это коробка и мне нужно ходовая все я это могу проверить и ночью кузов на самом деле кофе но с кузовом был сюрприз первое решение но не совсем стандартная потому что потому что это вот такой вот американское чудо но на передке короче погонял на этом дрыще просто пипец мне вообще не к чему прицепиться за исключением того что у него ну слегка прогорел глушитель скажем так а так мотор не течет 38 просто прекрасный конь денег только что по 2000 злотых снимал а к слову эта машина вообще не битая нигде то есть она в родной краске ну как бы на передке нафиг не нужно но гребется машина хорошо мощи у нее просто пипец никогда ранее не ездил на таком аппарате сейчас под покровом ночи будем грузить этот автомобиль на лафету погрузили теперь можно ехать очень приятный поляк очень классный загрузили по машине все нравится ладно все дальше по пути короче первая машина если она не совсем ожиданная но скорее неожиданно чем предсказуемо что других или 200 в принципе нету вообще в польше не стало сейчас даже нет ни одного объявления с или 200 в бюджете до 7000 евро все полетели мы что нам еще ехать еще 250 километров до пункта назначения что ты уже по чуть-чуть залипая нам еще ехать практически два часа сейчас уже грубо говоря в польше 12 это значит я живу не по польскому времени по украинскому сейчас у нас уже час ночи этого к трем я приползу ой мляде все это из-за того что была большая задержка на таможне муж украинская сторона вот чем тяжело хотела работать или не хотела ладно как бы там ни было больше едем точке назначения пока заправляемся сейчас за одну пойду кофе ссор ну подписаю шоколадку возьму и буду самым счастливым водителем в этом автомобиле утро пока все спят разгружаемся и полетели дальше сейчас 7 утра с учетом того что мы приехали в сколько в три часа ночи еще быстро умылся в душик и испадки поспал аж цельных почти четыре часа и качанята на старт хватило ли мне этого времени ну сказать что я слюни пускаю нет сказать что я отдохнул ну тоже нет почему так потому что ехать до автомобиля восемь с половиной часов и смотреть его ночью вообще никакого желания нет а плюс еще остановки заправки надо что-то еще где-то покушать поэтому поэтому так рано стартую сейчас литва или латвия сейчас посмотрим договоримся по ходу пьесы думаю скорее всего и в латвию поеду сначала потом а потом на обратном пути спущусь и заскочу в клайпиду у них клапи души ли ты это рядом возле клайпиды вот такие вот планы чуть-чуть пролюбил я со временем потому что я что-то думал этот машин где-то под ригой а он немножко дальше и ехать мне 670 километров это восемь с половиной часов без остановок а нужно остановиться покушать нужно остановиться заправиться как минимум слиться в смысле подписать если кто не понял и поэтому поэтому буду этом где-то к 6 вечера а с учетом того что еще разница по времени то где-то наверное к 7 но в 7 часов вечера еще не темно понять что с машиной я смогу подключиться почитать бла-бла-бла и всякое такое короче если машина не очень хорошая вот это вот будет залет потому что таким образом мы теряем еще минус один день удачи мне я полетел впереди длиннючая дорога у длиннючая она на самом деле не длиннючая но я просто с прицепом еду вот и еду я не быстро 90 километров в час а в населенных пунктах по польше тут будет практически везде 40 50 ну я знаю эту дорогу поэтому поэтому пошла длинная дорога удачи забыл я рассказать о том что где наши парни и почему вот я совсем один да все просто потратили большую кучу времени потратили кучу денег сил энергии парней просто не подпустили не 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 пропустили хотя не пропустили не подпустили это синонимы можно сказать данном случае короче чтобы было понятно я один на четыре автомобиля здесь больше есть памятник вот это вот ракета которая стоит это настоящий фау который не взорвался со второй со времен второй мировой войны вот он застрял так его покрасили обрага благородили это я общался с поляками не говорят это реальная настоящая ракета и и там как-то обезвредили но она так отстряла в землю не взорвалась и так она осталась чтобы было понятно если стать возле этой ракеты хвост там около двух метров то есть вся эта конструкция торчит вверх почти на четыре метра здоровая ракета вторая мировая война литва встречает нас дождем вот заехал в литву буквально несколько километров и как пошел дождь такой ну проливной не проливной не знаю но такой бывает и сильнее но это тоже такой неприятный скажем так ну литва сегодня транзитом нас цель латвия хотя в литве можно починить кондиционер сейчас посмотрю что у меня по времени будет но имеется ввиду я когда при какой-то из поездок ездил за автомобилями если кто помнит попал в яму у меня погнуло диски перестал работать кондиционер то вот теперь возможно настало время его починить есть практически по дороге ну как практически надо отъехать сторону километров 6 но с учетом того что я уже проехал дофига ну блин тысячи полторы я понимаю что эти шесть километров вообще ни о чем поэтому еще заскочу в каунас пусть парни посмотрят кондиционер но я почему-то думаю что это электрическая ошибка они механическая хотя сейчас посмотрим умные товарищи посмотрит и проблема заключается в том что кондиционерами занимаются одни проводами кондиционеров занимаются другие вот проводами кондиционеров занимаются электрики какие-то страшные звуки в этой промзоне вообще здесь где-то ремонтируют кондиционеры вот кондиционеры ремонтируете вот это наверное куча машин которые стоят на замену к индейке пошел общаться с парнями насколько это по времени затянется круче то происходит внизу пока непонятно говорят на литовском далее ну муфта кондиционера я понял кончилась сама муфта включения сама магнета как ее называют и ее отдельно нету если на только вместе с компрессором компрессор стоит в районе 200 евро и его еще нету его еще нужно ждать два-три рабочих дня с учетом того что сейчас будут пасхальные праздники это это тупо неделя поэтому полетел я дальше но хотя бы уже знаю причину все полетел в латвию как раз полчаса здесь задержался дефицит во времени у меня был полчаса все я полить а вот и любимые пластмассовые коровы пластмассовые они или нет я не знаю с такими хвостами прикольными причудливыми радиус неудобный взял съезжайте с перекрестка с кругом движения классные в этот раз я даже не в этот раз я даже не понял как я подобрался к автомобилю но имеется ввиду выключился где-то ушел там свое сознание и навигатор меня привел к автомобилю соответственно видео я не снимал но машине я уже попал мне понравилось скажу так я вижу что она ухоженная вот на вывороте шарнир еще не хрустит но парень предупредил что если включить сразу все блокировки то будет беда я ее сильно не насиловал я чувствую что она нормально работает я приехал мотор холодный запустили як дзыга шепчет и плюс я вижу ну несмотря на то что у нее тут крылья чуть-чуть ржавая но и уже приводили внешний вид короче машина ухоженная вот состояние в районе пятерки я давно такого не видел я полез номер кузова смотреть дополнительно дополнительно отзвони короче ситуация следующая вот машина машина очень хороша ну вот по всем параметрам она хороша и двигатель работает и едет и все включается и резина хорошая есть там пару ржавых цяточек но вообще блин на войне на эту херню смотреть особо никто не будет меня хоть бери да под растаможку и тени но минус заключается в том что cсдд это место где автомобиль можно снять с учета с парень который продает хочет только честно я говорю давай тебе скину отправлю декларацию о том что я машина пересекла украинский кордон и она осталась в украине нет хочу сделать по правильному по правильному это ждать вторника то есть это три дня вылетает это три дня вылетает пасхальная пасха и пасхальная пасха пасха католическая уже кстати не первый раз ее здесь встречаю в здесь смысле в европе короче фиг знает что делать блин эти холостые пробеги это просто караул в одну сторону грубо говоря сюда 700 километров вальнуть только для того чтобы подтвердить что машина да классная хорошая подтвердили и пипец 700 километров бензин евро 70 с хреном я даже боюсь считать сколько это денег стоит сейчас буду думать пока пока блин что тут думать тут либо ждать либо отказываться от машины будем согласовывать отказываться не хочу ждать тоже не хочу что делать не понимаю вот блин первый раз такой ситуации сидела только что в макдональдсе прозваниваю штук десять объявлений которые нам подходящие и все продано в украину ну либо номера не отвечают либо продано в украину уже практически на выезде из латвии меня встретил сегодняшний день если вдруг ты не понял это уже какой-то очередной день истории значит нахожусь я в гостинице розмолос интересно на тем что такой мельница стоит вот такой сам комплекс и как ни странно этот оказался отель дешевле чем другие возможно потому что я здесь раньше часто останавливался меня здесь знают возможно еще по каким-то причинам но во первых пятница во вторых предпасхальная история ну а в третьих коронавируса больше нет его просто отменили и поэтому все вернулось на свои на цена своей то есть если во времена короны я здесь останавливался 33 35 евро с завтраком 40 то сейчас вот эта гостиница стоит с завтраком 57 евро вот такая вот история пошел я на завтрак и сейчас уже буду срываться в сторону каунаса для того чтобы там встретить друзей скажем так странах балтии в частности литва латвия эстония сделали на дороге очень гениальную штуку когда человек едет и ну скажем так слегка залипает вот видите такая легкая полоска на дороге наезжаем и идет такая вибрация как будто бы вызываешь дух святого кардана так вот это насечки вырезанные в асфальте и когда человек где-то отвлекся не дай бог и еще что-то и наезжает вот на такую штуку а вибрация по салону идет такая что дай боже и это еще небольшая насечка если они огромные и вот эта штука будет очень хорошо если человек засыпать да и в принципе очень сильно привлекает внимание даже если отвлекся но это еще небольшая большие насечки есть в литве если я не забуду я покажу вот на таких дорогах вроде бы смотришь все нормально нарисовано а там просто вырезана выдолбана как сказать где-то на сантиметр углубление такое вырезанное в асфальте и вот когда наезжаешь колесом она дает такой эффект очень помогает не знаю сколько это стоит но штука очень хорошая и очень зачетная те кто находится у нас в чате они следят за историей знают у меня эта история выпала из головы потому что я заснял скину так вот с учетом того что наши парни не прошли на границу а машины надо доставлять четыре штуки и один соответственно кто вызывается соответственно вызываются наши боевые девчонки которые садятся за автомобиль едут фиг знает куда вот именно этих друзей я поехал встречать в каунас девчонки подметили очень интересную тему вот они говорят мы себя чувствуем как будто бы много лет мы не были в супермаркете то есть они с начала времени в украине они не выезжали с украины и вот видите такое количество машин возле парковки супермаркета я сейчас поймал на мысли это действительно дофига по сравнению с украиной в украине такого нет мы сделали два круга для то чтобы припарковаться а комплекс пипец огромный мы сюда идем с целью накормить девчонок потому что они сутки в пути и и их нужно накормить это не булочки кофе уже не булочки не кофе тоже нет вот здесь вот летом прыгают дети в этих фонтанах можно сейчас попрыгать на этом и вода холодно ладно пошли мы в маркет сейчас будем в кафешке накормим девчонок и дальше у нас дорога в сторону клайпеды а там посмотрим по результатам того какой будет автомобиль как они поедут завелся вот лично так номер кузова читается весь хорошо проектов и йод я впервые в праворульном кукурузере сейчас будем пробовать я не приспособлены для праворукой съемки вернее для съемки с праворукового автомобиля так где-то передел бугорки так само я могу снимать классно привычный не стучит кстати вообще нифига только поскрипывает салон красота среди бегущих первых нет настоящих ладно сейчас сюда кружочек проедем вопросов у меня автомобиль пока не возникает вообще никаких уже разворачиваться перь нейтрал очку блокировочка у нас блокировочка есть включена поехали ну вроде нормально короче по технической части вопросов нету сейчас будем смотреть на другую машину тиры это другой автомобиль так ну тут вопрос по рулевой рейки сразу же сразу же вопрос по рулевой рейки так так едет вопрос по турбине турбина уже свистит у него а не этот не этот нет у него до фигищи вопросов мотором значит по вот этому автомобилю я его забраковал потому что у него ну как-то очень тяжело у него мотор работает пока парень поехал и плюс он весь он гнилой все отваливается ну то что гнилой то такое дело то что все фигня рама у него он жопа этой раме но сам номер кузова на ней виден сейчас мы посмотрим еще капот вот капот вот в мирных в мирное время вот такую машину даже даром на коре надо хотя я ну даром конечно дело такое на разборку и можно взять капот блин капот у нее крашеный шпаклеван если присмотреться вот очень много всяких кратеров то есть эта машина хлебала получала да и вот эта часть крашена вот это крашеная но но то что она крашена нам честно говоря абсолютно до сраки вот вообще неважно так тяжело держит номер скотчем привязан такой очень долго где-то он стоял весь ржавенький ну просто пипец какой он ржавенький но типа запускается понимаем что турбина здесь уже умирает она свистит он так делает аккумулятор его это все фигня но но не за 5000 за 5 честно говоря не 3 дал бы и поехал сейчас предложу можешь согласиться пока оформляли автомобиль который мы покупаем один из трех ландкрузеров ну то есть там был еще один вообще ржавый который мы забраковали даже по видео я к нему подошел посмотрел он действительно мертвый он там не рамы не кузова нихрена нету в общем и плюс ключей от него тоже нету так вот пока мы покупали автомобиль оформляли документы прибежал сосед говорит у меня для украины есть джип грань широкий цена привлекательная 3 900 и еще поторгуемся ну естественно давай его суда яйца на постамент будем посмотреть тех осмотра на него нету так отжигал суш диски синие да давай под капотом течетесь у переуплотнять кружок проехать можно на нем так ну чё могу сказать едет он я понял что у него тормоза синие тут просто ну как лучше руки в принципе тормозов нет ничего не стучит не гремит едет нормально единственно что надо будет переуплотнить клапанную крышку хочу у нас горит тормоз такой ручок что так блокировка у него работает чувствую так нейтралочка обычный назад что тут даже кондиционер работает нифига себе до тормоза конечно у него такие не у нас маленький тормозной диск маленькие сами машинки имеется ввиду суппорта маленькая колодка остановить такую хрень на высокой скорости поэтому сложной поэтому у нее такие вот синие тормозные диски а так в общем то в в общем то и ничего но я понимаю что задние тормозные у него где-то что-то там не или подготовленный под продажу джип но эта машина подготовлена для гражданских то есть если часа покажу детально все же разъехались уже можно плюс-минус показать у нее есть какой-то trouble с тормозами но имеется ввиду нагреть на панели тормозная штука не держит упор и так с тормозной жидкостью у нас все нормально шурша не легкая где-то есть короче легкий вопрос тормозами это мы решим подтекает он сверху клапанная крышка и в общем то в общем то турбину помыли она сухая поставить ваша крышка хлопать что у нас с маслами масло тут как минимум присутствует середина уровня есть как мы сейчас будем звонить этот чирик не подошел по причине того что ну для военных для тех задач которые везется под этих военных он сильно низкий то есть кабине там низко садишься уже упирается в потолок у парней длинные стволы поэтому эта машина в эту поездку не подошла она возможно подошла быть для гражданских но почему она не подошла для гражданских об этом я думаю вы уже узнаете в следующей серии в следующем видео а так вообще по технике машина классная купили только что тойоту еду я за ней вот еду я сейчас за этой тойотой и у нее дыма нет вообще ну то есть классно мне нравится еще несомненный плюс того что здесь есть фаркоп пацаны оценят девчонок заправлять топливо леворульная машина автомат леворульная хорошо сказано на всякий случай оля именно так эту девочку зовут она никогда в жизни не ездила на автомате вот это вот первый ее опыт и причем надо влупить ну грубо говоря чуть больше тысячи километров для то чтобы нашим парням доставить автомобиль но это вот это золотые слова даже добавить нечего заливаем полный я тогда тоже себе долью что мы не останавливались это еще не все бак бак вот это вот куда лить бензин то есть дизель я научилась открывать тоже в войну но еще на своей машине то есть вот это единственный дай бог вам так не учиться и жить в мирное время ну а мы пошли да кстати у нас в украине если вдруг кто не знает тут мы сейчас находимся в литве у нас в украине заправляют специально обученный человек заправщик ну это человек работник без работы его называют и вот такие машины у нас заправляют девочка тоже годится ну окей сижу я значит общаюсь по телефону ну смысле по вайберу еду себе спокойненько вот так вот со скоростью практически 120 километров в час и смотрю что-то девчонок нету как-то вот были они так не уверена их ну как у что воли что у нины большой опыт езды на механической коробке ни одна из них не ездила с правым рулем поля никогда в жизни не ездила на автомате вот это ее первый опыт села и поехала так вот к чему это я сейчас мы попробуем их догнать я вон далеко вижу автомобиль 140 150 160 170 180 190 грубо говоря 200 и уже мне чуть надо притормаживать потому что вот я их вижу я так понимаю не просто урвали за скоростью больше чем 120 километров в час поэтому я их не могу догнать а вообще кукурузер такой очень не дымит вот даже наступает на вонючку ну если на педаль акселератора не дымит начали что-то притормаживать наверно поняли что они быстро едут девчонки молодцы девчонки красавицы девчонки боевые они сами сюда приехали но имеется ввиду в литву как автомобиль чудовая прекрасный день хорошо разгоняется все ровненько держится на дороге тоже как впечатление от автомата это вот для тех всех кто ну нам в мирное время когда звонят вот я всю жизнь ездил на механике и вот-вот хочу только механику потому что автомат это шляпа типа это дорого ремонтировать это неудобно привыкать друзья просто попробуйте покататься на автомате вот оля первый раз жизни сегодня сидела на автомате да еще и на праворуком автомате остановились это остановились потому что мне надо посмотреть объявлений на согласовывать объявление давайте заедем куда-нибудь на ближайшую заправку куда-то станем для того чтобы посмотреть а шумит здесь петли чуть-чуть просевшие на этом там меняется петля нижняя которая стоит 40 евро меняется петля верхняя которая тоже стоит 40 евро если нужно будет и будет он закрываться так просто и легко и вот кстати даст учащие запчасти еще там скрипящий пластик по салону это единственная хрень которая тут есть по этому автомобилю поэтому а это еще дизель это не бензин то есть она ну чтобы было понятно он хрохотит как трактор ну если открыть капот а вообще до машина тихо едет нормально короче по технике машина классная ну и впечатление вот автомата так что друзья не бойтесь автомата в мирное время нашли что стучит вот эта штука стучит на ухабах короче из-за того что мы поменяли маршрут и не едем в вильнюса едем назад шулит у нас проблема с гостиницей проблема заключается в том что их гостиниц много мест нету пятница пасха народ отдыхает а еще беда того что нету еды где добыть заправку заедем что-то намутим ну как-то неожиданно нет гостиницы не как бы есть в клапиду вернуться в клапиде есть нормально и есть в кауна сесть вильнюса мы посреди дороги стыдно две машины гнать туда назад вообще непонятно ну нафига нам тогда уже проще здесь нашли какую-то гостиницу сейчас будем искать ее где-то на 11 километров отсюда в общем едем ресторана там нету с утра будет какой-то завтрак наверно как обычно пару бутеров и чаек я в горле что-то застряло в общем едем искать жилье 10 вечера а изменили мы маршрут потому что нашли машину где-то мы нашли машину блин чем из гонета устал в шули ты там где мы сегодня были и вот такая вот беда случилась машина появилась когда мы отъехали на сто шестьдесят километров от нее следующей серии вы узнаете какие автомобили мы накружили все знают что их 4 а те кто висят у нас общаются назовем так приличными словами в telegram чате то точно знают какие это автомобили кому интересно здесь ссылочку оставлю и под видео тоже так что можно было нажать и сразу провалиться в этот чат там интересно там сразу появляются новости еще раньше чем в инстаграме друзья все потом видео и так уже длинная очень информативная я на мою точку зрения она затянутая дальше будет веселее спасибо что досмотрели это видео до конца блин это уже знак такой знак расистов поймал себя на мысли нельзя уже больше так показывать вот поэтому все всем пока спасибо что досмотрели до новых встреч а следующее видео будет уже скоро потому что если идти в хронологии того как она есть то это сделать намного легче нежели вытергивать контекста какую-то историю для того чтобы для вас она была закончена и поэтому идем так как идем каждый день столько всего разного происходит интересного ладно об этом позже не буду затягивать все всем пока три дня клепал видео до без дороги особенно когда болтается и хочется рыгать после этого не до какого видео но здесь на дорогах плюс-минус все нормально поэтому поэтому тут можно и делать поморгай ему боже умеет монтажить видео добро пожаловать в наши ряды денег у нас нет но с нами очень весело и слава забыл как осталось только почитать машину завис зависит от